вот так цветет дерево антипки где-то на 3-4 год цветов уже много в первые годы там два-три цветочка она пробовала пробное цветение вот где-то на 4 по моему год уже обильно такие вот маленькие цветочки как у вишни и строение от этого букетика с цветами интересное что-то близкое к черемухе только не такие длинные кисти более короткие аромат как у дорогих конфет который в картонных коробках она пахнет еще называют ее душистая вишня моголепка моголепская вишня это дерево растет на холме вот в такой мульти штамбовой форме кустиком и еще два экземпляра покажу вот этот моно в один ствол с центральным лидером этот чемпион если я не совру за первый год вот досюда почти метр выросла хлыст такой вот второй год вот досюда третий год эти два хлыста дали боковушки и вот эти по плодовые веточки обрастающие по всей по всему штамбу то есть три года вот на четвертый на третий год пыталась пара цветочков она вот так же дала а на четвертый год от посева от всхода такое тоже пышное цветение аромат это дерево уже выше моего роста даже с вытянутой рукой будут свои ягодки ягодки похоже на черемуху где-то 12 июля они созревают если я не ошибаюсь на праздник государственный они горькие в пищу больше пяти ягод вы не съедите идут для купожирования вин такой яркий сок у этих ягод темно-красный и косточки если собрать с этой антибки и вырастить их то это подвой для черешен который не да не дает поросли впоследствии вишня более распространена но она дает поросли антибка не дает и дико черешня тоже не дает но дикую черешню в средней полосе трудно найти это нужно специально из культурной косточку проращивать и получится полу культурка вот антибка как бы быстрый такой вариант по поводу прививок на нее черешни как она будет совмещаться и расти ничего сказать не могу потому что я только на пути к этому а вот дикую антибку себе как маточник и источник этих самых косточек для меня как для садовода иметь очень приятно в своем саду то есть уже я смогу собрать в этом году при хорошем раскладе уже какой-то урожай своих ягод и не нужно будет где-то их доставать впоследствии это растет на холме также на постоянке это самое мощное дерево которое у меня есть вот тот куст что я сейчас показал он поменьше и вот еще один куст вот это уже я пытаюсь привить черешню на антибку но об этом позже вот еще 3 антибка на них я ничего прививать не буду это мои маточники как бы золотой запас источник косточек источник подвоя листья к сожалению не смогу показать молодом возрасте они не такие как во взрослом но кто ищет антибку кто-то ее обязательно найдет по листочкам у нее лист с такой необычным желкованием в общем он чуть-чуть отличается там обыкновенной вишни еще чем-то на грушу отдаленно напоминает в общем по листу по ягодкам 12 июля в средней полосе вот у нас созревают вы сможете отличить антибку от других деревьев она довольно таки редкая но я нашел семена я из двух источников получил один на трассе м4 где-то там в ростовской области росло дерево я собрал семян 2 антибка в белгороде размером 4 этажный дом с торца дома растет где-то уже с 4 этажа то есть около 12 метров огромное дерево такой серо-черной корой огромная в общем такая же черешни сможет на ней вырасти по идее что я и собираюсь сделать одну и в прохоровке тоже видел такое дерево у людей но они потом его спилили скорее всего специально наверное никто не станет антибку выращивать просто прививка черешни либо вишни не прижилась и пошел от корня дичок дичок это и есть вот эта антибка на юге она очень распространена везде везде садоводы знают про нее у нас я вот самостоятельно находил такие деревья в общем хочу обратить внимание на нее ну что цветение антибки я поздравляю себя что вырастил и дождался цветения такого дерева и и теперь и вы тоже мои зрители ознакомились с таким интересным необычным деревцем всем удачи в садоводстве всем пока